Программа «Рунет сегодня» — совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология» Ведущий программы — генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ» для лиц старше 16 лет Ну что ж, начнем. «Рунет сегодня» 17 февраля 2014 года. Напомню, что звучим на 99,6 в Москве, либо онлайн на финам.фм Напомню о том, что рассказываем о главных событиях онлайна, то есть о том, что случилось в интересном глобальной сети, в масштабах мира И также, что может быть более интересно для нас, находящихся в РУ-пространстве, делаем акценты на наиболее заметных событиях «Рунета», то есть русскоязычной части сети Напомню, что мы собрали главные новости, которые имели место состояться за неделю Три из них, те, что показались нам достойными самого развернутого обсуждения, мы сделали новостными сюжетами и поговорим о них основательно Еще три мы включили в экспресс-обсуждения, они будут в начале программы О них поговорим так же, но просто не так развернуто В студии ведущей программы генеральный директор Центра онлайн-образования и нотологии Максим Спиридонов Это я и эксперт этого выпуска Георг Саркисян Генеральный директор ИНОВА, игровой компании ИНОВА или, как сказать, правильно Георг? Все правильно сказано Все верно, да? Быть может, вы уже холдинг И Матвей Алексеев, исполнитель директор фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Приветствую, Матвей Приветствую Коллеги, традиционный анонс тех трех главных новостей, которые сегодня станут основной точкой нашего внимания Менеджмент афиши Rambler Soup назвал шесть своих якорных проектов, которые планируются объединить в единую пользовательскую экосистему И сделать главным акцентом внимания активно преобразующиеся компании Чем живет объединенная компания сегодня? Какие перспективы имеет? Как грядущие перестройки могут коснуться всех пользователей Рунета Или, по крайней мере, некоторых из них Далее обсудим новые возможности крупнейшего российского поисковика Пользователи Яндекс теперь смогут искать песни не только по знакомым словам из текста, но и по напевкам мелодии Как работает этот необычный поиск, какие еще новые виды онлайн поиска существуют Или планируется появление в ближайшее время Ну и в завершении выпуска речь пойдет о ряде предложений власти ЕС по устранению его на поле ICAN в среде делегирования доменных именных контроля за интернетом Чем не угодил центр мировой доменной регистрации Евросоюзу? Насколько велика его власть в глобальной сети? Быть может, этого кто-то не знает Назрела ли необходимость ее ограничивать? Это главное, о чем пойдет сегодня речь, как говорил Но сейчас еще три новости, важных новости в экспресс-режиме И первая из них, не знаю, Шана, то ли интернетная, то ли курьезная Пользователи социальности Facebook смогут указывать пол, выбирая из 50 вариантов гендерной идентичности Таким образом, к женскому и мужскому полу, предсказуемо, прибавится бигендер, транссексуал, андрогин и другие варианты Но все мы не будем пересекать, поскольку это займет практически все время отведенное для самой этой новости Это пулистская мера или нечто большее? Или начинающийся в интернете тренд? Я думаю, что это отчасти пиар То есть некоторая новость, которая должна привлечь еще больше внимания к Facebook Ну, как пиар-то, в принципе, сработало, да, Матвей? Я считаю, да, что это тоже своего рода пиар, потому что, на самом деле, такого количества ориентаций, наверное, просто не существует И каким-то образом это может повлиять на продвижение социальной сети Ну, как сказать, малые группы, они каких-то вот, соединенные какими-то признаками, они бывают очень активны в отстаивании этих признаков То есть они чем меньше, тем плотнее держатся друг за друга и свою вот эту вот прозглашенную идентичность Поэтому логика Facebook здесь такая, что их немного, но им так важно называться именно трансгендером или именно бигендером Или вот тем иным определением, которое находится в списке 50 Что выведение этого в возможности установки пола, в общем, целесообразно А пиар-эффекты еще дополнительно добавляют приятных моментов В общем, обсуждение всего этого в том числе у нас и в других новостных сюжетах, новостных сайтах и так далее Добавлю к этому, что кроме просто самих полов, пользователи соцсети смогут установить местоимения Которые будут их использовать, которые будут использоваться при упоминании в новостной ленте у них То есть его-ему, ей-ей или им-их, ну и другие вариации вот этих вот местоимений Которые посчитает выбравший новый пол человек допустивым Едем дальше Сервис телефонии, ну или так, мессенджинга, я бы сказал, Viber, предназначенный для обмена мгновенными сообщениями и голосовыми звонками Куплен японской корпорацией Rakuten за 900 миллионов долларов В наше время, когда глобальные компании отказываются от сделок на миллиарды долларов Эта продажа кажется даже очень скромной Георг, не находишь? Да, так и есть Ну, Viber, наверное, интересное приобретение Для Rakuten похоже, да Да, особенно учитывая тот факт, что в принципе тренд так таков Что большинство мобильных операторов и всех остальных осознают о том, что мобильный оператор станет просто в проводника интернета А все звонки будут делаться либо благодаря платформе, которая будет у вас в руках Это телефон Скорее всего, у меня есть предположение, что в эту сторону будет тренд Либо благодаря тому, чтобы использовать какие-то мессенджеры глобально Ну, ты предприниматель, владелец компании Ты видишь, каков спрос на этом рынке Не продешевили ли они? Очень сложно сказать Кстати, я не знаю деталей, именно показателей самого Viber, поэтому мне очень сложно сделать Ну, показатели, пользовательская база, более чем 300 миллионов человек Постоянный рост Конечно, там, по-моему, персонально они еще не прибыльны, то есть они в минусе некотором Но каких-то серьезных таких хвостов за ними вроде не числится Очень сложно предположить Видимо, были очень нужны деньги основателям, не знаю Да, потому что, в принципе, сама область достаточно рискованная Поскольку мессенджеров некоторое количество И плюс сами платформы будут предоставлять такую возможность И, ну, если вам просто им хотелось куда-то прилепиться Для того, чтобы не тянуть эту лямку развития проекта Огромного, однако убыточного на себе Прилепиться к какой-то большой компании, для которой это стало бы еще одним направлением Согласен, Матвей? Ну, я в данном случае полностью согласен Плюс хотел бы заметить, что Viber является, скажем так, многонациональным сервисом То есть среди его создателей есть как израилетяне, так и другие страны То есть он принадлежит нескольким странам уже на данный момент Он инкомпанирован на Кипре Традиционно для компании Да, киприот и израилетяне И один из основателей, техдиректор, игромагазинник Он имеет белорусские корни Кстати говоря, я недавно делал с ним интервью для другой моей программы Да, вот И стоит отдать должное В Израиле и в других странах Сейчас это сильно развивается То есть именно по страновым сегментам Потому что в Израиле есть Waze, например, программа Которая позволяет как дорожная карта, так и общаться Которую купили Google уже Да, в Японии есть свои какие-то определенные мессенджеры Да, и вот этот мобильный провайдинг Он сейчас не то, что на тренде, но он очень сильно развивается А Microsoft недавно заявила о том, что они все-таки починили какой-то там косяк В своей платформе Skype И теперь это должно быть все нормально работать И вот на этом, на фоне этих поводов Да, идет новость о том, что купили Viber Вот, поэтому я очень сильно рад за товарищей, которые все это делали Надо немножко добавить то, что Rokuten — это японский лидер в области электронной торговли Это японский Amazon, грубо говоря, или японский Ozone, если так, чтобы было понятнее пользователям Brunetta Но гораздо больше по объему и оборотам И он прикупил подобного рода сервисы, очевидно, желая его вывести вот в нечто как инструмент электронной коммерции Ну да, плюс привязка этого сервиса к каким-то другим своим инструментам может дать определенный выхлоп Да, ну пойдем дальше На прошлой неделе приложение социальности ВКонтакте было недоступно в App Store Как минимум полдня из-за недопонимания с модераторами онлайн-платформы Apple Георг, это сигнал в адрес ведущей социальности Рунета от американских правоподателей или недоразумение? Не, я думаю, недоразумение больше Поскольку по мере своей деятельности сталкиваться приходилось, каким образом модерируется приложение в Apple Часто очень некачественный подход со стороны сотрудников Казалось бы, от кого-от кого не ожидаешь некачественного подхода Очень поверхностно иногда анализируют и приводят просто какие-то пункты, которые совсем не соответствуют действительности То есть ошибка на месте конкретного сотрудника Приходится потом переписываться, там некоторое количество времени убеждать и после этого, объясняя причины, все становится на свои места Твое мнение, Матвей? Мне кажется, опять же, как было правильно сказано, саппорту App Store работает достаточно медленно, но это еще может быть обосновано тем, что на такое большое количество приложений работает несопоставимое количество людей по саппорту Может быть денег не хватает? Может немножко подкинуть? Скинуться всемиром? Просто, понимаешь, проверить каждое приложение тем количеством людей саппорта, это достаточно сложно Плюс в последнее время, если помнишь, новость была об удалении одного из самых успешных приложений Когда автор психанул, сказал, что игра порушила свою жизнь Может быть, люди начали более серьезно подходить к этому вопросу и в процессе модерации всего этого процесса Осталось немножко времени за ним, Матвей, однако напомню о том, что все-таки сигналчики насчет того, что в ВКонтакте есть неизвестный контент, в том числе в обильных продолжениях, проходят, они были и по Европе Возможно, это тоже отчасти сигнал, будем наблюдать такие события и закончим на этом спецобсуждением Через две минутки вернемся к разговору о главных новостях недели Доброе утро, друзья! 11.20 в столице, как, впрочем, и в других городах московского часового пояса Мы рассказываем в прямом эфире о главных событиях онлайна, которые имели место быть за ушедшую неделю Мы отправляем, напомню, шесть наиболее важных, как нам кажется, и одно из них сейчас станет предметом нашего очередного обсуждения До того напомню, что меня зовут Максим Спиридонов, эксперт выпуска Геворг Саркисян, гендиректор ИНОВА Матвей Алексеев, исполнительный директор Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Попробуем расставить точки над И, или вернее расставлять точки над И в том, что случилось на прошлой неделе дальше Коллеги, начну издалека. Вы верите в перспективное будущее Yahoo? Ну и почему, если да или нет? Геворг В перспективное будущее пока, исходя из того количества сервисов, которые они предоставляют, нет, не верю Скорее всего, просто в продолжительность жизни некоторое количество времени Ну, собственно говоря, да, то есть это какая-то долговременная будет стагнация, а дальше посмотрим на развитие сервисов А вообще портальная модель в интернете, когда под одним брендом собирается большое количество проектов, порой очень разных по сути своей, порой даже вообще не связанных, она рабочая все еще? Ну, зависит от того, какие сервисы на данной платформе находят, Gmail-то как-то живет И кто собирает на единую нитку Ну, опять же, это должно быть все как-то в единой экосистеме, да, это не должны быть разноплановые сервисы, где идет там странная, хаотичная разбивка целевой аудитории и так далее Должно быть все структурно У Yahoo структурно? У Yahoo, к сожалению, вот сто лет уже на него не заходил, периодически приходят какие-то уведомления, но, видимо, я не целевая аудитория Хорошо, а из российских порталов кто наиболее успешен? Предсказуемый ответ На твой взгляд На мой взгляд Ну, и Mail, и Яндекс Яндекс, это не полноценный, Яндекс все-таки больше поиск, наверное Ну, не то, что поиск, да, с их поиск, я вот в их социальные сети захожу редко, хотя они у меня тоже есть, но при этом почтой пользуюсь постоянно Ну, хорошо, сейчас давайте поговорим про, собственно, то, что станет методом беседы Про объединенную компанию, или так, про самую объединенную всех онлайн-компаний Рунета Руководство компании Афиши Рамблер Суп назвало шесть основных якорных продуктов компании В их число вошли Рамблер Аккаунт, Рамблер Биллинг, Рамблер Комментарии, Рамблер Уведомления, Рамблер Видео и Рамблер Почта Эти продукты в будущем планируется объединить в новое подразделение холдинга, Рамблер Платформа Основной задачей которого станет создание единой пользовательской экосистемы всех продуктов, входящих в состав объединенной компании Готовясь к программе, я поняла мысль, что манипуляции менеджеров Рамблер Афиши, а теперь Рамблер Афиши Суп Напоминают мне известный анекдот Я вот без всякой негативной коннотации, просто для того, чтобы начать наше обсуждение с веселого фрагмента Скажу, что это анекдот о том, как в сказке про Снежную Королеву Кай пытается из ледяных букв ЖОПА собрать слово Вечность Вот, по-моему, менеджмент Рамблер Афиши Суп все время пытает слово Вечность собрать из большого количества малосопоставимых друг другом продуктов И вообще вопрос, нужно ли это собирать Вот ваше мнение, что там происходит, первое Это просто даю уже 28 раз, наверное, по поводу объединенной компании за три года жизни программы И вот этот шаг, очередной этап, очередная веха станет ли знаковым, станет ли чем-то, что начнет помогать активному развитию А не просто, ну, скажем, объективно стагнации и постоянным перестройкам внутри объединенной компании Ну вот, мне кажется, как раз нужно концентрироваться на чем-то самом важном, самом главном для компании Когда вы как раз обсуждали портальные сервисы, должно быть что-то ценное, ради чего люди приходят Если они это действительно любят, тогда ты можешь предоставлять другие сервисы И уже, естественно, они к новым сервисам даже будут относиться иначе Ну, это понятно, там есть какие-то ценности, разумеется Я думаю, что основная ценность это, скорее всего, почта Причем почта тех пользователей, которые пришли на Рамблер достаточно давно И все еще не хотят переходить на новые сервисы Иначе мне сложно представить, например, новых пользователей, которые вновь появляются в интернете Которые хотят пользоваться продуктами Рамблера Мне достаточно сложно это представить Есть предположение о том, что действительно очень мало новых людей приходит на Рамблер Если приходят, то только скорее так вот по незнанию о том, что есть альтернативы более продвинутые Ты не находишь, Матвей? Ну, для того, чтобы смотреть по пользователям, надо смотреть статистику Вот, сейчас, к сожалению Ну, это предположение у меня Да, в данном случае абсолютно правильно было сказано Отстройка должна быть от какой-то определенной ценности Да, если у Яндекса это поиск, у Мейлай это почта То надо понять, что у Рамблера Вот, судя по списку сервисов, которые у них есть, да Аккаунт, биллинг, уведомления, видео Это достаточно тяжелые такие сервисы, да Как биллинг и видео Окей, причем здесь тогда у нас почта и комментарии То есть, каким образом это все будет синхронизироваться на данный момент из заявленных сервисов, пока непонятно Ну, вообще, честно говоря, то, что происходит сейчас внутри холдинга, мне кажется очередным витком такого вот немножко технократического копания без трагических целей Потому что, ну, да, было бы неплохо посадить все на единый аккаунт Вот эти все, единую систему комментариев, единую систему аккаунта, пользовательского аккаунта и так далее Но в конечном счете, как это скажется на бизнес-показателях Мне кажется, ну, это такая подготовка инфраструктуры И, как следствие, ну, такое впечатление Некоторый отказ от принятия действительно больших решений Которые, ну, как-то сдвинут серьезно холдинг и поставят его в понятную позицию в сознании пользователя В числе, в идеале лидеров, а, собственно говоря, по аудитории он является одним из лидеров Рунета Егор, ты думаешь вообще, какие там могут быть подвижки стратегические? Вот платформы, понятно, это неплохое инфраструктурное начинание Начинание, наверное, но с точки зрения развития компании глобально, вряд ли оно сильно скажется Ну, поскольку продукты все уже запущены, просто фактически они хотят их объединить в одну платформу Надо ли, кстати? Ну, с точки зрения пользователя, наверное, это удобно Но с точки зрения ценностей для пользователя в каждом отдельном продукте, я не уверен, что это имеет смысл Мне задается, что у объединенной компании такой пестрый набор разных проектов Что объединение их в единый аккаунт имеет ли смысл? Я еще раз повторю это Ну, смотри, флагманские продукты, LiveJournal Lent.ru, блистательный новостной ресурс, на мой взгляд, вообще самый главный бриллиант в коллекции объединенной компании Согласен Имеющий довольно большую аудиторию за счет почты, которая давно и давно зарегистрирована Однако, в общем-то, непонятную стратегию развития сам Rambler Главная страница которого выглядит абсолютно как некая витрина для новостного агрегатора Ну, собственно говоря, по сути, так и есть Ну, по сути, да, так и есть Ну, вот с этим набором, может быть, и стоило бы взять проекты, каждый из них Многие из них, скажем так, самостоятельный и хорош Не пытаться их связать все в едино А дать командам достаточной степени автономности Дать бизнес-показатели, развивать каждый по отдельности в рамках холдинга Не пытаясь их связать все время в очередном узелком Очередными какими-то, быть может, не знаю, опять-таки, но быть может, надуманными платформами Вполне возможно, что эта версия тоже имеет место быть И необходимо дать такую возможность Но все же зависит от менеджмента и от решений, которые принимает каждый отдельный человек, который стоит у руля А как вы думаете, из набора, из длинного ассортимента проектов Какой проект должен стать стержневым для Rambler Афиша Суп? Ну, вот напомню, да еще есть афиша, мы тоже там не упомянули Афиша Ру, который сейчас разделен снова на три проекта И это тоже такой вот значительный пласт Очень сильно отличающийся по аудитории от аудитории Rambler Почты От аудитории ЖЖ, ну в меньшей степени, но тем не отличающийся От аудитории Ленты Какой должен быть стержневым? И вообще нужен ли стержневой тогда, скажем? Ну, судя по тому, что вы говорили, кажется, прошу прощения Кажется, что Афиша и Лента.ру это основные мощные продукты с холдинга самого Ну, на мой взгляд, абсолютно правильно С стержнями должны знать новостные агрегаторы Поскольку сам по себе тренд Web 2.0 Который мы уже знаем на протяжении 10 лет Когда пользователи сами генерируют, ну, User Generation Content При всем при этом можно объединить с Лентой и с Афишей И те же блоги, и та же почта, и те же комментарии, и те же уведомления Плюс туда же привязать тот же самый, я смотрю, здесь биллинг-аккаунт Для оплаты каких-то определенных товаров Вот, все это можно делать из новостных агрегаторов Куда прикрепить, соответственно, какие-то онлайн-продажи Ты все предлагаешь тоже снова собрать и на одну нитку нанизать? Нет, это я вот исходя из того, что сейчас вот вижу Как что пытается сделать Rambler Мы спросили в Твиттере, в аккаунте Максим Спридонов Моем личном, который мы используем для Во время программы в служебных целях Какой проект Афросуп должен сделать стержневой объединенной компании? Почему? Вот, ну и пользователи также находят, что это Rambler Хотя для меня это сомнительное утверждение Ну, тем не менее, Rambler отвечает один из них Он, естественно, объединяет почти все сервисы Плюс, соответственно, информацию о пользователях Ну, дальше ответ Мне кажется, что стержнем должен стать именно Rambler Последние шаги в агрегации контента дают огромный профит Посмотрим Я еще раз повторю точку зрения мою И многих специалистов, которыми я общался на этот счет То, что объединенная компания сейчас все еще несколько семенит на месте А следовало бы делать какие-то уже большие шаги Учитывая длинную историю подготовки предыдущей команды менеджмента Текущей команды менеджмента Посмотрим, что будет дальше После выпуска новостей поговорим о новых возможностях поиска Яндекса О том, что будет дальше Продолжаем Рунет сегодня 17 февраля 2014 года Напомню, что дату произношу в программе Для того, чтобы знали Точку привязки ко времени Наш слушатели подкаста Сейчас мы находимся в прямом эфире Однако и в записи Амин в подкасте еще раз повторюсь нас слушать Рекомендую для того, чтобы не пропускать Ни единого выпуска Но ведь не каждый рабочий день в 11.00 вы находитесь По понедельникам у радиоприемников Либо в онлайне на финам.фм Итак, Рунет сегодня в виде подкаста Либо в iTunes по запросу Рунет сегодня Либо там же на сайте финам.фм А сейчас прямой эфир И в студии Максим Спиридонов Эксперты выпуска Георг Саркисян Гендиректоры Nova Systems И Матвей Алексеев Исполнитель директора Фонда содействия развития технологий И инфраструктуры интернета Прежде чем перейти к следующему новостному сюжету Вопрос, коллеги Как вы считаете Сможет ли в ближайшие годы Яндекс Удержать лидерство в интернет-поиске Против мирового лидера Google? Ну и почему ваше мнение именно таково? Георг Я думаю, что сможет Потому что Яндекс достаточно Приспосабливается хорошо К реалиям российского рынка И пользователя Он их понимает И является их частью Да, он понимает И кастомизируется достаточно быстро При этом залогом Вот из-за того, что ты говоришь Залогом его сохраняющегося лидерства Является его способность меняться И приспособляться к тому, что Диктует ситуация Ну, во-первых, сам по себе Продукт качественный И в русском поиске Он все равно еще сильнее, чем Google И Хотя некоторые это оспаривают уже Ну да, по выдаче, по крайней мере Я когда читал последние экспертные заключения Все равно считают, что Яндекс Гораздо удобнее и лучше Выдает поиск И второе Это те новые сервисы Которые Яндекс постоянно генерит Они достаточно Хороши собой И, кстати говоря Угодят его несколько в сторону От поиска От его корневого сервиса Тем самым диверсифицируя бизнес Да, добавляя определенные ценности Матвей, твое мнение Здесь гибкость и динамика Яндекса В данном случае играет ему на руку раз Потому что они, во-первых, как бы рождены в России И они подстраиваются именно под российского пользователя А во-вторых, в отличие от Гугла И других западных поисковиков И больших корпораций Яндексу нет смысла подстраиваться Под российского пользователя И под российские законы Если Гугл и другие стараются, заходя в Россию Соблюдать эти законы И постоянно оперируют тем, что у них еще есть поиск В других странах У Яндекса все на территории России Где он родился, живет и, слава богу, будет жить Ну, то есть он регулируется только российскими законами Ну, он где-то в Турции, естественно, в представительстве Он по турецким законам В Германии там по своим, где они офис недавно открыли Вот, а в России они просто как бы на своей земле И у них все хорошо У нас есть повод поговорить про лидера поискового рынка Далее про интересные, даже забавные инновации Поисковая система Яндекс Начала искать мелодии по фразам, имитирующим музыкальный мотив Система подбирает возможные варианты песен Ориентируясь в том числе и на историю поисковых запросов пользователя Вот такая штука Ну, не столько это новация интересна Сколько само движение Яндекса В порой неожиданное направление поиска Например, в данном случае, если пользователь Желает найти песню Мэрилин Монро Но забыл, как она называется Ему достаточно вбить в строку поиска Пум пидум слушать Пробовал, получается, действительно И поисковик выдаст нужную информацию И композицию Мэрилин Монро I wanna be loved by you На Яндекс.Музыке Это прорыв? Или наоборот, у Яндекса кризис идей? Раз он занялся такой сомнительной С точки зрения прикладной пользы ниши поиска Матвей? Ну, почему сомнительной? Да, как бы у всех же на телефонах есть шазам Все же часто, когда где-то в ресторане Играет какая-то интересная, хорошая музыка Включают шазам, находят песенку Он тебе выдает, что это такое Или альтернативное приложение Да, или какое-то альтернативное То есть, на мой взгляд, будущее Как раз в том числе и браузерных Вебовских приложений, оно состоит Мы же все пользуемся сейчас и камерами И микрофонами Все, у нас нету сейчас Моминитор, отдельный системник Там огромная какая-то структура домашняя В том числе И мне кажется, что лет через 10-15 Мы соберемся опять же здесь в программе Рунет сегодня и будем обсуждать Почему движение правой руки сейчас у Яндекса Реагирует на поиск какого-то фильма А левая на поиск какого-то произведения нескусства Вот, и все это в интерактивном Каком-нибудь столе от Яндекса Ну, то есть, это эксперименты в направлении Каких-то новых способов поиска Георг, а то мнение? Не совсем согласен Я думаю, что этот поиск задумывался Немного раньше Соответственно, сейчас мы получили результат Поскольку Эта штука была очень актуальна До того, как появился Shazam и все остальные Поскольку сегодня у нас у большинства уже есть Android или iOS На котором точно стоит Shazam Одна из самых популярных программ по поиску музыки И, например, я сам по себе помню Я раньше искал по тексту песни Пытался найти, по крайней мере, саму песню Это было достаточно сложно И должен отметить, что и сейчас достаточно сложно Поскольку вы попробовали, Максим, известную песню А я попробовал не очень известные песни И поиск, конечно, их не выдает И найти все так же сложно И могу сказать точно, что сервис, скорее всего, задумывался немного ранее Просто сейчас мы получили его как результат И поскольку есть такие программы, как Shazam Его актуальность не так велика, как казалось бы Раз ты словом только раз прозвучала Я обращусь к Твиттеру Мы спросили в Твиттере Максим Спиридонов Какими сервисами для распознавания музыки вы пользуетесь? Почему? И предсказуемо получили название той программы Которую мы уже многократно повторили Тут аргументы такие Shazam, потому что первый попал в поле моего зрения Пока что всем устраивает Далее Shazam, других не знаю Далее Shazam, потому что первый попал в поле... Мне кажется, надо наоборот спросить Какие программы кроме Shazam вы знаете? Да, дальше, опять-таки, он же лидер в этой тематике Тут без вариантов Но вот, тем не менее, один пользователь отвечает SoundHound Есть такая программа Принципиальная за дизайн интерфейса Якобы она лучше Вот, дальше снова Shazam Ибр распознает лучше остальных Ну, бог, тут ответы, в общем-то, практически все В одной струе То есть, вокруг этого приложения Но Хотелось бы говорить не только о поиске музыкальном А о том, зачем это Яндексу Есть два, две версии Либо это еще один эксперимент В области поиска Ну, вот такой один из множества Поиск там музыки Поиск какой-то там еще у них Не припомню подобного рода инновативности Но там в перспективе возможно то, что говорил Матвей Да, вплоть до, не знаю, поиска запахов То есть, вот в этом направлении, грубо говоря В области направления инновационного поиска Либо, либо Это движение в сторону развития музыкальных сервисов Что тоже можно предположить Поскольку в ряде случаев он выдает действительно Как ответ Песню в Яндекс.Музыке Быть может, Яндекс решил сделать ставку На направление продаж и развития музыкальной платформы Как вы думаете? Ну, в данном случае, наверное, стоит говорить не только о музыке Да, поскольку хотелось бы напомнить, что в прошлом году Самая известная сделка это Яндекс.Купилки на поиск Портал Вот, и если смотреть очередность То есть, во-первых, Яндекс договорился со всеми мейджерами С нашими российскими, в том числе по музыке Потом, соответственно, с кино Сейчас делается поиск по музыке Опять же, технология кинопоиска и вообще сам кинопоиск Сейчас в России лидирует по запросам по кино Вот, и стоит говорить именно о каком-то, ну, скорее всего Действительно инновационном поиске уже по конкретному контенту По видам контента Я к чему все это веду? То, что Яндекс довольно отчетливо в последнее время взялся за развитие электронной коммерции как направление Мы видим, как Яндекс.Маркет преобразуется И становится фактически таким вот магазином, но только без склада, грубо говоря Там тебе и корзина, там тебе сейчас он будет и логистику доставки внедрять внутри Купив долю в, соответственно, проекте, который этим занимается, логистика, опуская подробности Возможно, таким же направлением в процессе диверсификации он видит также и направление музыкальное То есть, возможно, Яндекс.Музыка станет одним из корневых сервисов Ну, таких вот, может быть, не самым главным, но одним из направлений развития Яндекса А вы пользуетесь музыкальным сервисом Яндекс? Я нет Я думаю, что таких пользователей достаточно мало, которые пользуются А я знаю, что их достаточно много, ну, как в масштабах поиска Яндекса их немного Но, в принципе, этим пользуются в полный рост Мобильным приложением, в частности Ну, вот, может быть, именно поэтому поиск развивают? Ну, я думаю, что поиск они развивают, потому что у них было много поисковых запросов такого порядка Некоторое количество времени назад, до тех пор, пока Shazam стал таким популярным И результат этого поиска — это просто исследование в области поисковых запросов пару лет назад Что ты его быстро все равно не сделаешь Хорошо, оставим тему, собственно, вот этого вот пуппидум слушать Потому что, действительно, сам по себе информационный повод не так велик Как интересно само направление поиска и его развития Именно поэтому мы и взяли новость обсуждения, чтобы продолжить и задать следующий вопрос Он выглядит следующим образом А какие еще типы поиска начнут постепенно развиваться и, возможно, станут одним из доминирующих в ближайшем будущем? Как вы думаете? Ну, вот, голосовой поиск — ясное дело, да? В разных его интерпретациях Визуальный поиск — я как фотограф увлекаюсь фотографией Могу сказать, что большое количество сервисов за 2013 год появилось именно связанных с фотографией Потому что ты закидываешь фотографию в какой-то сервис Ее могут даже купить То есть сервис предлагает уже какую-то определенную схему монетизации И поиск по картинкам уже пытались реализовать в Google, насколько я помню Если он будет более качественный Это тоже можно монетизировать и как-то этим управлять Поиск, имея в виду, что поиск внутри картинок Да, поиск внутри картинок Означает ли это, кстати говоря, что этот поиск позволит, формируя запрос текстуально, голосом или текстом Получить ответ в виде готовой картинки То есть хочу там картинку, девочка с собакой, на собаке красная шапочка Вот типа того, да Или, соответственно, там какой-нибудь, я не знаю, девочка на шаре, кто автор и так далее То есть выдача самой картинки плюс информация о ней Ну и, видимо, следствие из этого поиск видео Который, может быть, еще более актуален, потому что видеоконтент популярнее, чем графический контент Естественно Ага, ну, который, видимо, требует времени больше, потому что Ну, здесь идет, скажем так, более длительная обработка самого запроса Потому что видео, как правило, достаточно тяжелое Какие-то еще идеи есть? Можно предположить и представить, куда пойдет В принципе, поиск видео по самому контексту видео уже есть Даже YouTube дает просто базовые фразы, которые позволяют тебе найти то самое видео, которое тебе нужно Там все-таки поиск происходит по текстовому описанию Да Но не по видео внутри, непосредственно видео По описанию того видео, которое внутри То есть если его лучше опишут, условно, обозначат гораздо более качественными тегами Значит, ты лучший поиск получишь Ну Поскольку механическая работа нужна за этим Для того, чтобы качественно описать, что там происходит И эта механическая работа потом приводит к более качественному поиску Ну, при этом мы знаем, что люди, в общем, в своей массе Они не очень настроены делать механическую работу И поэтому гораздо надежнее будет, если будут существовать алгоритмы Которые позволяют эффективно, машинным образом определять содержание картинки Видео, ну и других видов контента Пока плохо себе представляю, как это технически можно реализовать Ну, плюс надо учитывать, что в данном случае важен не только поиск Результатом же поиска фильма является не просто узнать про этот фильм что-то А каким-то образом его получить Купить, скачать и ежесним То есть, на мой взгляд, результатом поиска должен быть Именно какой-то определенный спектр сервисов Который человек может получить, найдя этот фильм Ну, в дополнение к поиску Ну, в общем, впереди нас ждет много интересного в этом направлении, можно сказать Совсем коротко осталась минута В платформах за пределами веба Есть какая-то специфика поисковая? В том же SmartTee, мы вот обсуждали за эфиром сейчас с тобой, Георг То, что вы активно развиваете одно из направлений компании в области SmartTee Там есть что-то в поиске, что достойно внимания и интереса? Пока можно сказать, что оно очень банальное Предельно банальное пока Но я думаю, что, ну, по крайней мере, по тем разговорам, которые были с представителями производителей телевизоров Они собираются на этом делать акцент Ну, я знаю, что из такого отличного от веба Там развивается интерфейсное управление жестами И, как следствие, видимо, это может, как сказаться, на поиске в результате Сам поиск там сейчас... Запрос можно будет симулировать позой какой-то на диване Перед телевизором лежа Ну, по крайней мере, голосом точно можно будет Это взрослый контент Уже голосом можно Сейчас уже в последних поколениях Даже не самых последних это есть Хорошо, коллеги, осталось у нас уже совсем немного Поэтому будем завершать обсуждение этого новостного сюжета И очень скоро мы вернемся в студию для того, чтобы поговорить о борьбе Евросоюза С американской монополизацией прав на управление всеми тренд-доменами в мире Программа «Рунет сегодня» Совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология» Ведущий программы генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ» «Рунет сегодня» от 17 февраля 2014 года Напомню, что звучим на 99.6 в Москве, либо финам.фм, если вы находитесь в онлайне Меня зовут Максим Спиридонов, эксперт выпуска Матвей Алексеев Исполнитель и директор фонда «Содействие развития технологии и инфраструктуры интернета» И Георг Саркисян, гендиректор компании «Нова» Значит, коллеги, перед новостью вопрос традиционно Для того, чтобы ввести в контекст наших слушателей Интернет-домены. Насколько они важны? Будет ли степень их важности сохраняться в летшие годы? Что будет с ними через 10-20 лет? Твое мнение, Георг? Ну, они важны, конечно, потому что фактически это все адреса тех сайтов, которые мы видим в интернете То есть это псевдонимы, на самом деле, которые адресуют уже непосредственно адреса, IP-адреса Поэтому, ну, как можно жить без имени? Наверное, нельзя Поэтому важность имени... И в будущем нельзя будет И в будущем, наверное, нельзя будет Я в данном случае человек заинтересованный Ну да, ты изнутри, поэтому сейчас ты будешь отвечать за ликбез в этой части программы Заявки на две доменные зоны, правда, для Москвы Вот, домены действительно нужны, они необходимы Помимо того, что они дают именно какое-то определенное имя в сети интернет Да, они позволяют выделиться в сети интернет Потому что, ну, мы же все знаем, да, мы же не говорим там яндекс.ру Да, мы не говорим google.com Да, мы говорим google, яндекс, то есть это имена уже, которые стали вот имя собственное Для каких-то больших проектов Да, то же самое, все говорят вконтакте Вконтакте это домен, google это домен, яндекс это домен Это все имя в сети интернет, без этого никуда А инстаграм или вайбер это приложение И домены, в общем, у них по столько-поскольку Слушай, ну, инстаграм.com тоже же есть, да Ну, по столько-поскольку Вайбер тоже самое название Отрежь домен у них Важность, да, меньше, гораздо меньше Я вообще за такое будущее, где будет, например, Матвей Алексеев, там, да Дот Обручево, дот Москву Да, вот мой конкретный адрес в Москве И при этом, чтобы он у меня был в сети интернет Ну, чтобы у меня там все счета оплачивались, привязка к какому-то глобальному сервису Матвей, а ты переедешь, что делать? А это переедешь, что делать? А, слушай, ну, это как бы при наличии большого количества доменных имен Если не ошибаюсь, сейчас порядка 160 миллионов доменных имен в мире, да И уже протокол IPv4 заменен на IPv6 Их хватит еще нашим прапрапрапраправнукам Вот, я думаю, с этим не будет Ну, в общем, мы То есть к каждому адресу города привязан собственный домен, да То есть вот как у нас сейчас есть, там, улица, корпус, улица, дом, корпус, квартира Да, вот так же, например, по домену В общем, мы поняли, что домены пока что живут и будут жить довольно долгое время По крайней мере, в обозреваемом будущем Ну, и сейчас у готовящимся пределе прав делегирования доменов Власти Европейского Союза выступили с предложением Устранить монополии корпорации ICON в сфере делегирования доменных имен и контроля за интернетом Одним из главных пунктов документа, представленного на сайте ЕС Стало требование составить график справедливого распределения полномочий корпорации Между всеми странами и организациями, участвующими в развитии интернета Под глобализацией представители ЕС понимают Справедливое распределение полномочий ICON между странами и организациями, участвующими в развитии интернета Сейчас речь идет о передаче европейским властям прав на управление частью уже существующих доменных зон верхнего уровня, а также права делегации или делегирования части новых доменных имен. То есть здесь, видимо, нужен ликбез. Сейчас мы попросим тебя коротко это сделать, Матвей, человек, который находится внутри доменной истории глубоко. Но вот если совсем, в двух словах, ICAN, американская некоммерческая организация, рулит всеми доменами мира. Это вызывает некоторое беспокойство довольно давно, сейчас уже довольно отчетливо, в частности, у Евросоюза. А вообще, чем занимается ICAN, Матвей? Ну, давай немножко вернемся тогда в историю, да, если, опять же, хотелось бы немножко попиорить нашу замечательную родину, страну, и домен.ru. 7 апреля этого года, то есть фактически вот через полтора месяца, да, доменной зоне.ru и фактически.ru.net исполняется 20 лет. Так. То есть 20 лет, это достаточно большой срок. Корпорация ICAN существует с 1998 года. То есть 13, сколько, 14 лет уже больше. По-моему, с 88. С 98. Нет, сама ICAN с 98 года, да. До этого домены стоили 50 долларов, да, и тоже контролировала одна организация. На тот момент доменов было 3 миллиона, да, а сейчас, на данный момент, доменов в мире насчитывается более 160 миллионов. Так. Вот. В России, соответственно, есть свои домены верхнего уровня. Национальные домены это.ru.rf. Вот. Сейчас появится, вот опять же, мы возвращаемся еще немножко в историю. До этого были домены.com, net, mobi и так далее, да. Вот. Есть страновые домены. Вот. Есть EU, соответственно, есть.ru. Есть германские домены. Есть программа ICANN, которая была запущена, по-моему, если не ошибаюсь, лет 5 назад. Это домены верхнего уровня новые, NewGTLD. Россия принимает участие в этой программе. Появятся доменные зоны вот dot.ruz на кириллице, точка дети, появится Яндекс, появятся вот две доменные зоны Москвы и точка татар. В соответствии с чем претензия Евросоюза, она в принципе правомерная. Да, почему российские, например, домены какие-то должны контролироваться и вообще технически находиться на территории Соединенных Штатов Галифорнии. Да, немецкие, голландские. А с другой стороны возникает вопрос. Если ICANN существует с 98-го года, ребят, а что вы раньше не очухались? О чем вы думали? Вы ждали Сноудена? Потому что не было так массово, потому что это не дошло до законодателей, насколько важной частью инфраструктуры государственной, общественной и прочей станет доменная система. А что значит контролировать? Понимаешь, просто мощности, информационные мощности, где все это хранится, находятся прямо вот на серверах в штате Калифорния. Давайте помните, что все информация о том, какой домен, какому IP-адресу соответствует. Да, соответственно, сейчас в ICANN аккредитовано более 900 регистраторов, которые продают домены, да, они, соответственно, все обязаны, вот ICANN аккредитованные регистраторы, предоставлять информацию о себе вот на все серверы ICANN. Позволь я компактно соберу то, что мы еще рассказали, для того, чтобы была картинка у наших слушателей. ICANN, некий центр базы данных доменов. Единый реестр, да. Да, единый реестр, который наделяет правами регистраторов некие организации в разных странах эти домены регистрировать. Да. И он этим всем оперирует. Как следствие, в любой момент ICANN может сказать, давайте выключим все домены в мире. Ну и теоретически, наверное, он может это сделать. Тисто теоретически. Ну, там есть еще 12 криптополицейских, которые имеют каждый по своему ключу, и даже без одного из них ICANN не сможет этого сделать. В общем... Я вот лично одного знаю такого криптополицейского. Дмитрий Бурков, прекрасный российский специалист именно вот по инфраструктуре. Частнейший человек. Абсолютно прекраснейший мегамозг. И он не даст выключить все домены мира. Однако, взяться американская, и запрос Евросоюза, впрочем, и запросы, поступающие ранее от других направлений, в общем, закономерен. Передайте эти все права каким-то общественным структурам уровня выше. Ну, скажем, какому-то подкомитету ООН. По-моему, логично. Это логично, но теперь представь, да, вот, грубо говоря, на примере заводов каких-то и так далее. Что будет, если сейчас на какой-нибудь передовой завод Apple поставить управленца из Малайзии? Который до этого руководил, например, ну, причем, да, серьезный человек руководил сбытом каких-нибудь вьетнамок. Ты представляешь себе, что такое инфраструктура корневых серверов? Их нельзя просто так взять, перенести в Германию. Или хоба отрезать от общего реестра, да, как бы включить в какую-нибудь там, чтобы вот зона .d, она контролировалась исключительно Германией. Более того, зачем это делать, если Айкен занимается этим уже давно и... Оно работает. Я не вижу никаких причин говорить о том, что какая-то... Есть вопросы, связанные с конфиденциальностью или с тем, что, ну да, реестр, какому айпишнику соответствует какой домен. Есть хранитель этой информации в Калифорнии. И что? Чисто политически. Я думаю, что, скорее всего, как раз чисто политически. Здесь чисто политически дело в информации, да, потому что, если мы рассмотрим вообще, что такое интернет, да, интернет — это же не только домены и айпи-адрес, да, это огромные инфраструктуры, это точки обмена трафиком, сервера, каналы связи, хостинг, там, CMS, в общем, огромное количество разных наслоений. Вот, и в данном случае, скорее всего, речь идет именно об информации. Буквально в воскресенье, да, как бы вот очень хорошо в тему, Ангела Меркель заявила, что она хочет создать в Европе собственную коммуникационную сеть типа интернет без контроля США. Я об этом должен сказать, да. Welcome, создавайте. Если коротко, это разговоры, которые обострились на уровне политиков, на уровне высшего руководства государств, вполне закономерно, когда они поняли, что действительно доменная система, система связи-коммуникации, система просто интернета, на которой живут, базируются как пользователи, так и компании, корпорации и даже госструктуры, что все это во многом находится на территории США, контролируется реализациями США, и, в общем, как-то стало, видимо, им неуютно. Поэтому Сербор вокруг Айкен тоже. Ну, представим себе, невозможная ситуация, когда Германия вдруг начинает жестко конфликтовать с Америкой, вплоть до каких-то вооруженных столкновений. Америка включает все домены Германии, поэтому Ангела Меркель волнуется. А, да, собственно говоря, при условии того, что там в Калифорнии будут отключены все там сервера с доменной зоной .d, вот, а пользователь просто не увидит маячка, что искать, поскольку домен, да, и IP-адрес, да, это все-таки маячок для контента, для сайта и так далее. Все, они останутся без сети, хотя это маловероятно. В сухом остатке, коллеги, как вы думаете, останется ли контроль за доменами в том виде, как он есть сейчас, за Айкен, или все-таки он перейдет к структурам международным и распределенным? Георг, вот ты как скептик, и я вижу, что до сих пор головой так качаешь. Я думаю, что останется за Айкен. За Айкен, да. Слушай, мне сложно сказать в данном случае, да, поскольку, опять же, у меня какая-то субъективная точка зрения. Мне кажется, просто на базе Айкен нужно создать какое-то международное сообщество, то есть в самом Айкен. Это единственный вариант, который в данном случае будет действительно оптимален, чтобы инфраструктура осталась нетронутая, да, но при этом наблюдателями выступали какое-то, опять же, там, общество Евросоюза и других стран, которые в этом сами заинтересованы. Коллеги, пора заканчивать. Увы, но время истекло. Это была программа «Рунет сегодня». Напомню, что каждый понедельник мы рассказываем о главных событиях глобальной сети, а также о главных событиях Рунета. Всего доброго. Слушайте нас. Слушайте нас в подкасте, в том числе. Меня зовут Максим Спиридонов. Пока.